Близятся выборы президента Эстонии. На политический Олимп хотят пробраться сразу несколько кандидатов от разных политических партий. И партия реформ, самый последний, назвала своего кандидата в президенты, тем самым заслужив немало сарказма от представителей как других политических сил, так и прессы. Почему так получилось? На эту тему мы поговорили с депутатом парламента от нашего региона Денисом Бородичем. Он считает неправильным говорить о том, что партия слишком затянула с кандидатом. Просто нужно было время, чтобы определиться. Партия и представители разных партий проводили переговоры, чтобы найти, может быть, общего кандидата для того, чтобы выбрать президента в парламенте. А для этого все-таки нужно 68 голосов. Позиция партии заключалась в том, чтобы представить разные варианты. Не определялись с выбором, чтобы понять ожидания партнеров. На сегодняшний день видно, что первый тур в парламенте, каждая партия максимально будет рекламировать и стоять за своими кандидатами. Каждый, мне кажется, максимально хочет сделать некую пиар-акцию, как можно больше внимания своему кандидату уделять. А что будет между турами? Возможно ли какие-то договоренности между партиями? На самом деле сейчас еще сложно сказать. Эти переговоры, возможно и невозможно, начнутся после первого тура в парламенте. То есть 29 после обеда и вечером, я думаю, будут какие-то переговоры. А до этого понятно, что точно сегодняшний день будет баллотироваться Симкалос, будет Майлис Рэпс. Сейчас вопрос в том, что насобирают ли остальные тот же Аларикс, хватит ли у него голосов и Эки Нестер. То есть максимально все равно будет 4 кандидата. По заявлениям, которые сейчас делают партии, то тогда кажется, что такой поддержки 68 голосов никто не наберет. Моя, как гражданин этой страны, надежда, чтобы это все-таки был достойный кандидат, который бы отстаивал интересы всех живущих здесь людей. И поэтому для меня лично, хоть я представляю даже интересы партии, представляю регион, мне самое главное именно партийная принадлежность, а самое главное качество человека. Потому что тот человек будет в течение 5 лет, скажем так, представленческую функцию нашей страны занимать.